привет еще создадим коврик для комнаты нашей так приступим кубик удаляем добавляем play перехожу на вид сверху и его наверное сделаем давайте 2 на 3 метра до контролы и применить масштабирование заходим в режим редактирования контроллер подразделю вот так и подразделю вот так чтобы получились как бы равные квадратики чтобы в дальнейшем я когда сам девайги делилась одинаково так теперь shift r повторю операцию например где-то вот так сделаю сразу же так сниму выделение выделю вот эти точки удерживая shift эти эти и эти так а теперь control аль инвертирую выделение и control g нажимаю до создам группу вершин точно также можно было создать вот здесь просто нажав плюсик и нажав потом мы сайт вот так а не снизу они не надо будет так выделю нажму я и немножко секструдировать это дело так вот он это снимем выделение и попробуем сэлок до выделить а снизу тоже вершинки выделились этого не нужно вот вот эти нужно удалить еще раз сэлок до выделились вот только верхний это те вершины с которых будет у нас в общем произрастать шерсть да так сказать вот в принципе можно было там еще например поделить разок вот не знаю надо ли не надо но пусть будет так давайте вот это удалю этот ряд control x растворю сделаю наверное чуть-чуть его все-таки пониже выделю все верхний ряд нажму g и z вот так вот а то есть это как бы сделали основу коврика главное опять убедитесь то вот я нажимаю сэлок ты выделяю группу из которой будут произрастать мои как бы ворсинки так сделали в принципе можно как бы нашему коврику еще и задать какой-то неравномерности это можно или в культ перейти или вот здесь включить пропорциональное редактирование выделяем например точку и смотрим как бы колесико мыши крутим да и и вот этот кисть подгоняем примеру возьму там по центру тоже там g немножко так сделаю какие-то уголки тоже немножко куда-то по сдвигаем сейчас так сделаю общем неравномерные его так посмотрели ну что-то там получилось вот так же эти там вершинки можно там выдвинуться например здесь до g5 сдвинуть вот так вот то сделали так теперь да самая такая вещь надо нам сюда шерсть на эту сделать переходим вот в разделке настройка частиц нажимаем плюсик тем самым мы добавили частички но сейчас это эмиттер у нас как бы излучает частицы если вы запустите анимацию до посыпались они с нашего ковра нам нужно не этот тип ах и выбрать так сразу уменьшу длину и это до 0 1 вот до появились они и как видите растут с двух сторон так давайте еще перейдем настройки view тут hair и поставим street чтобы мы увидели их толщину теперь опять же перехожу в настройки частиц теперь в hair shape и тут есть такая штучка до диаметр root это откуда произрастают вот на то есть начало диаметр и тип это окончание и у нас стоит галка close тип да это вообще как бы сварить то есть если я сейчас поставлю единичку видим что происходит close тип уберу будут вот такие как и тут где-то 0 1 0 1 close тип я уберу а сделал вот вот такие вот ворсинки следующий шаг да они должны раз расти только с тех мест которые я как бы выделил поэтому переходим в пункте к вертекс групп и говорим что вот плотность будет там где наша группа до которого назначили так здесь дальше что мы пойдем сделаем дальше выберем advanced и перейдем и тут физику и есть такая штучка брони до движения можете покрутить посмотреть что с ними там происходит вот здесь какой-нибудь 001 наверно да вот поставил получились вот такие вот они подвис давай так не знаю что подвисает первые первый раз до отображения подвис так появились значительнее да наши наши ворсинки теперь нам нужно их сделать побольше для этого существуют потомки то есть у каждого родительского элемента еще появятся дополнительные сейчас родительских элементов 1000 и если мы включим тут несколько типов включим interpolated вот то сейчас на во вьюпорте показывается у каждого родителя 10 потомков да уберу вот просто родительские элементы а на рендере будет у них 100 еще ну давайте пока поставим 100 и на вьюпорте посмотрим что да как так сделали дальше тут можно что-нибудь пошевелить ну во первых там клан это если нужно да это типа их можно при собрать или у корня вот так или наоборот у окончания на то есть будет стремиться к родительскому элементу вот так же там можно этот шейп пошевелить на то есть их так ну тут какие-то там параметры пробуйте поиграться чуть-чуть небольшой сделаю и вот здесь также ровность до тогда шероховатость можно там тоже покрутить uniform опять же видим такое вот угловатая все получается если у вас как бы компьютер неплохой можно еще пойти вот во вьюпорт дисплей и вот здесь шагов чуть больше сделать раз-два на и видим но то не сглаживаются так и видим что у нас так а что то эти сборы уберем вот это юниформе 1 да вот он вот это она их покрутила чуть-чуть опять же сайс можно здесь покрутить его так оставлен point на вот чуть-чуть их в разнобой сделаем опять же шей можно какой-то рандомности тоже позадавать опять же рендом покрутим ну тоже не сильно на 0 0 1 вот стайс да если перейти вот сюда тоже будем крутить размер полебания так сделали что-то в общем покрутили поигрались как-то там с параметрами сделали такую штуку посмотрим на нее вроде уже неплохо до отображается можно включить там ambient окружен будете видеть с затенением вот но как видите да ворсинок не недостаточно и можно в принципе давайте еще screen space reflection включим для рендера давайте render настрою сейчас попробуем view камера view как-то коврик так сделаем добавим сюда play чтобы было видно тень куда отбрасывается да вот здесь я сделаю control 1 нажму наверно дам вот тут еще подразделение чуть-чуть коврик да сгладил свой subdivision применил ему вот так можно еще сделать ему обжиг шейт смут чтобы сгладилась есть да есть вид у нас из камеры можно взять опять поставить несколько источников света один сделаем чуть желтоват сюда 2 чуть этот наверно так поставлю это так можно увеличить радиус поставим так вот и смотрим например сейчас у нас стоит визуализатор или до в настройках нашего объекта есть такая штука как где они потомки но у нас одинаковое до количество например нажимая в 12 ждем окончания и видим что как бы недостаточно до этих волосинок я сделал больше возьму сделаю в для потомков на рендере до чтоб не перегружать view порту тут тысяча то есть у нас на там тысяча родительских элементов и у каждого еще по тысячи потомков опять нажимаем 12 попробую уже задумался да ну вот теперь плотность такая думаю неплохо вот так же можно назначить до текстур я там взял скачал это вот раз там какой-то ковер да еще вот есть текстуры ковра если мы назначим плоскости эту текстуру до ворсинка каждая из твоего пикселя которого будет расти будет окрашиваться в этот же цвет перейдем в шейдинг выбран у нас ковер нажимаем new вот создается у нас материал вот и мы берем из нашей папочки перетаскиваем нужную нам текстуру вот она текстура есть и подключаем вот базовый цвет это наш цвет оврика мы хотим чтобы вместо этого цвета использовалась текстура которую выбрали соответственно вот эти берем выходы и соединяем и видим да у нас сразу ворсинки окрасились опять можно сделать тестовый рендер в 12 нажал жду и замечательно да а вот если вы например вот видно основание коврика такое белое нужно сделать наоборот мы можем в принципе взять и легко добавить текстуру еще один материал то есть я выберу нажму плюс создам слот в него покладем материал вот новый теперь зайду в режиме редактирования и выделю целиком свой ковер и применю к нему вот этот вот материал сай нажима теперь выхожу в object мод вот и видим да видим что наш коврик стал вот этого цвета но при этом текстура как бы осталось почему она осталась пошел в настройках настройках частиц пункте он render у нас был выбран да тот материал который play на был присвоен материал 001 а я взял изменил да то есть выделил весь ковер а материал 001 остался да то есть он используется непосредственно тер для ворсина а сам коврик вот я ему задал цвет вот цвет коврика так и теперь еще один render посмотрим так ну в общем все хорошо также можно теперь попробовать перейти в визуализатор cycles я выберу на гпу так быстрее думаю будет и тоже попробовать визуализировать по идее ничего отличаться не должно вот прелестный коврик шерстяной что как бы получилось его и будем использовать он на тексту бабушки так во всем спасибо еще следующий урок это лампы про вернее новодворских за модели так все до новых встреч пока